Всем привет дорогие друзья, меня зовут Алир Блэк, сегодня мы играем на Мазинг РП на сервере Йеллоу. Сегодня дорогие друзья, мы с вами будем сравнивать два автомобиля, две аудюхи. Одна называется Audi RS Q8, а вторая же малыха это Audi RS 7 в C8 кузове. Она полностью затюненная. Вчера, дамы и господа, кто еще не видел, у меня вышло видео, в котором я обозревал Audi RS Q8. Сегодня мы с вами дотюним эту Audi RS Q8 и будем делать капитальное сравнение между двумя этими автомобилями. Ролик будет интересным, дорогие друзья, присаживайтесь поудобней, мы начинаем. Ты еще не играешь на Амазинг РП? Ты многое теряешь, например то, что ты можешь вступить в мою семью Блэк на сервере Йеллоу. А для правильного старта в Амазинг Ролеплей, ты должен ввести мой промокод ДОЛЕР, по которому сможешь получить до 300 тысяч рублей, на которые сможешь приобрести себе квартиру, машину, а также модный скин. Хватит скучать на нудных проектах, залетай в Амазинг, все ссылки будут в описании. Итак, что же первым делом нам нужно сделать? Нам нужно сейчас доехать до Арзамаса, до самой дешевой СТОшки и там поставить чип тюнинг. Это самое важное в автомобиле, если не будет чипа, смысла от тачки вообще никакого нет. На шкреб я, в общем говоря, везде, где только мог денег, и у меня получилось 5 миллионов 160 тысяч рублей. Есть еще немножечко в банке, и этого как раз-таки мне хватит, чтобы установить чип тюнинг на эту машину. Ну что, пацаки, залетели с вами в тюнинг-ателе, давайте быстренько поставим сюда чип тюнинг. Стоит он здесь 4 миллиона 200 тысяч рублей. Больше ничего я ставить не буду, потому что эти денежки мне все-таки еще пригодятся. Давайте просто посмотрим, сколько стоят сюда диски. И на этом, я думаю, мы с вами закончили. Итак, смотрим самые последние диски, и их стоимость 629 тысяч. Блин, смотрится круто, но не сегодня. Мне стоковые диски все-таки здесь как-то больше подходят. Окей, дорогие друзья, чип тюнинг мы с вами поставили. Теперь давайте замерим, сколько же наконец-то едет машина. 276, я уверен. Да, эта машина едет 276 километров в час. Сейчас давайте доедем до Бусаева, возьмем Audi RS7 в C8 кузове и начнем наше все-таки сравнение. Ну что, пацаки, приехали с вами на вот эту ровную трассу. Будем замерять скорость не до 100 километров в час, не до 200, а до максималки. Потому что здесь, на этих машинах, максималки обе одинаковые. У меня под рукой находится секундомер, более точные данные вы сейчас видите на своем экране. Я же буду говорить приблизительные, поэтому давайте начнем. Раз, два, погнали. Интересно, за какое время до максималки разгонится Audi RS? Вообще быстро, очень быстро. Стоп, 6 и 5, дорогие друзья. У вас опять же могут быть другие данные. Опа, раз, и мы с вами уже очутились на Audi RS7 C8. Давайте теперь замерим на ней разгон до максималки. На предыдущей тачке у нас было 6 и 5. Теперь смотрим на Audi RS7. Раз, два, погнали. Я думаю, что результат будет абсолютно идентичным. Стоп, 6 и 6. Ну 6 и 5, я думаю, что здесь абсолютно никакой разницы не играет. Абсолютно одинаковый разгон на двух этих автомобилях. Это на самом деле очень смешно, ведь у них разная ГОСКа. И при этом Audi RS7 выглядит-то покруче все-таки. Окей, давайте сейчас перейдем к следующему испытанию. И это будет испытание управления. Итак, пацаны, переходим к следующему испытанию. И это испытание управления этих двух тачек. У нас есть точка. И нам нужно доехать до этой точки, не повредив автомобиль, не вылетая с трассы и за максимально быстрое время. Я уже проводил такой эксперимент, когда сравнивал Lexus 570 и Kruzac 200. Поэтому, дорогие друзья, давайте сразу же приступим на счет 3. Раз, два, погнали! Едем аккуратненько, потому что здесь нужно все-таки быть объективным в этих оценках. Надо управлять каждый из тачек очень хорошо. Конечно же, все зависит от меня, от того, как я буду рулить этими машинами. Но все равно, если управление у машины говно, это будет очень сильно чувствоваться. Аккуратно, аккуратно, машины у нас не повреждены. Долетели за 23 секунды. Примерно, опять же, у вас на экране будут более точные данные. И незамедлительно, дамы и господа, мы с вами переместились уже в Audi RS7 на это место. Давайте начнем. Раз, два, погнали! Я не знаю, что с того получится, но я уверен, что Audi RS Q8 окажется лучше. Вот не знаю, вот кажется мне это и все. Все равно на Audi RS Q8 управление как-то помягче немного. Здесь кидает, кидает, это не я сейчас виноват был, отвечаю. Мне Audi RS7 нравится больше, но это не моя сейчас была вина. Она действительно так управляется. И абсолютно одинаковый результат. Даже учитывая, что я где-то там врезался, эти машины ехали сейчас одинаково. Да, пацаны, интересно, конечно, получается. Но теперь давайте перейдем к третьему пункту, и это стоимость тюнинга. Я думаю, что мы поедем с вами, опять же, в Арзамас и там уже подведем итоги. Погнали! Итак, первым у нас будет выступать Audi RS Q8. Будем судить по стоимости сигнализации. Сигнализация у меня не установлена ни там, ни там. Здесь она стоит 1 400 000 рублей. Антирадар обойдется нам в 1 400 000 рублей. И топливный бак в 2 800 000 рублей. Теперь давайте перейдем к Audi RS Q8. Вот так, раз, и мы с вами оказались уже в Audi RS Q8. Давайте перейдем к сигнализации. 1 400 000. Антирадар 1 679 000. Уже здесь чуточку, но антирадар дороже. И топливный бак 3 359 000. Это говорит о чем? О том, что здесь тюнинг все равно дороже. Не на все компоненты, но на какие-то из них дороже тюнинг. На 200, на 300, на 500, на миллион дороже, пацанят. Какой же мы с вами делаем вывод из этого? Вы можете купить себе абсолютно любую из этих двух автомобилей. И абсолютно одинаково чувствовать себя на дороге. Потому что они едут одинаково. Рулятся одинаково. Никаких различий между ними нет. Разве что визуальных. Тут уже, конечно, кому что больше нравится по внешке. Audi RS7, она такая более молодежная. Наверное, Audi RS Q8 это более для дедов. У меня же на этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пишите в комментарии, какие машины вы ждете на следующий обзор. Я, конечно же, обязательно их возьму. По мере возможности будут выходить ролики. Всем спасибо за просмотр. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok